Дмитрий Медведев приехал на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод для обсуждения вопросов экологии и защиты окружающей среды. Для президента это не первое выездное совещание совета. Ранее он посещал Екатеринбург и Нальчик. Помимо главы государства в заседании совета приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Бабич, губернатор области Артиков, ведущий экологи. В своем вступительном слове Дмитрий Медведев говорил о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство. Они будут касаться усовершенствования базы по переработке отходов, защите морей от нефтяных загрязнений и перехода на виды топлива нового поколения. Отметил Дмитрий Медведев и работу, которая ведется в регионе по улучшению экологической ситуации. Я знаю, конечно, о той большой работе, которую вы ведете и по борьбе с несанкционированным сбросом мусора, самовольным строительством в природоохранной зоне. Выступаете за то, чтобы современные технологии использовались, за то, чтобы экологически опасные производства, соответственно, закрывались. Говорил Дмитрий Медведев и о необходимости модернизации производств. На Новокуйбышевском НПЗ идет системное обновление установок. В последние годы значительно увеличивается выпуск моторного топлива и автомобильных масел с улучшенными качественными характеристиками. А с 2015 года Новокуйбышевский НПЗ перейдет на выпуск ракетного топлива стандарта Евро-5. Переход на стандарты Евро-5 очень важен, потому что он позволяет сделать технологию более чистой, максимально чистой. Всего за последние пять лет на реализацию экологической программы завод потратил полтора миллиарда рублей. Существует и областная программа по защите окружающей среды. Она рассчитана на 11 лет и предполагает финансирование в размере 8 миллиардов рублей. Она направлена на совершенствование способов очистки питьевой воды, улучшение качества атмосферного воздуха и создание системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом и не только говорили президент Дмитрий Медведев и губернатор Самарской области Владимир Артюков на личной встрече. Она состоялась сразу после совещания. Мария Ваткина, Мурат Гасанов, ГИС События.